Единомышленников в этом вопросе, ну и естественно, пришлось принимать меры. Мне не нравится, когда в массовой культуре, якобы, подается пропаганда наркотиков, суицида, разрадного образа жизни. Ну, это убийство. Вы говорите, что ребенок, а он... А он просто слушал, он не понимал, вот в чем проблема. То, что ребенок, как бы, мы упускаем иной раз детей, я тут как бы остановился на этом моменте, обратил внимание и с ребенком поговорил. Мы разобрали все дословно, он понял, блин, ну что мы слушаем. Мне удалось. А многим ли удастся обратить внимание на своих детей, что они слушают и чем они занимаются? Сейчас мы живем в такой жизни, когда в большинстве случаев мы просто дети, как бы, ну, с родителями оторваны друг от друга. Ну, просто бытовыми обстоятельствами. Соответственно, дети, когда они находятся, ну, как бы, без особого контроля, без внимания, они вот поддаются течению вот этим вот. Потом у нас появляются люди, которые совершают самоубийства, которые идут на то, чтобы, грубо говоря, какие-то преступления совершать. Ну, и ведут аморальный, асоциальный образ жизни. Это пропаганда. Понимаете, в чем дело? Если нет пропаганды, то, как бы, это не несется в массы. Человек же несет в массы. Ну, я слушаю практически каждый день на радио. Какие песни? Я плейлист не изучал подробно. А какие слова там доходят? Наркотики, марихуану, ну, а он же об этом говорит. Ну, как, ну, это мелкие хулиганства. Чьи страны? Ну, я так понимаю, со стороны двухочетателей, таланта. Или просто людей, которые хотят отличиться. Ну, это как было? Написано, что-то сказано? Ну, смс-ки приходили, звонки. О, а не написали за ней? Ну, мы обратились по ряду моментов. Ну, я думаю, что там, когда какие-то воспитательные разговоры все-таки... Ну, к сожалению, да. Да. А несовершеннолетие, школьные или кто? А, несовершеннолетие. А, давай, вас как? Дмитрий. Да, хорошо. Что? Ну, основные еще. Древенка, Дмитрий. Движет, до двенадцати.